Перед просмотром данного ролика хочу посоветовать тебе группу ВКонтакте Вуркек Битс. Все рэп-биты написаны оригинально, создаются с полного нуля и без готовой мелодии. По любым вопросам можете обратиться к автору данной группы. Ссылка на группу будет находиться в описании к этому ролику. Помнится, в прошлой серии я шутил про то, что я быстрее закончу Frosted Winter, чем закончится финальный сезон Игры Престолов. Так вот, Игра Престолов-то уже закончилась, а я до сих пор не допрошел Frosted Winter. И, в общем, благодаря тому, что я наконец-то закончил с Shinovice, мы с вами продолжаем играть в GTA 3 Frosted Winter. Итак, у нас сегодня с вами покупка стадиона. Сегодня мы покупаем стадион аж за 70 тысяч баксов, да. И, по-моему, у меня осталось две недвижимости пройти, это, получается, стадион и дамба. Так что, да, сегодня будет у нас... О, уже сразу же начинается первое задание на стадион. После чего? После... После матча, наверное. Матч закончился, и сейчас надо отвезти зрителей в аэропорт. Хреново получится, если меня припекут копы или сломается автобус. А с чего бы вдруг... Ладно. Это не имеет значения, просто ладно, просто ладно. И... Так, дуй до аэропорта. Блин, мне как-то не понравилось вот это предложение про копов, про мост, еще что-то. Блин! Можно это просто будет обычное задание, которое я спокойно выполню? Так, и... Учитывая, что это автобус, я думаю, он не заедет сейчас, наверное, вот здесь вот, наверх, потому что я обычно привык заезжать тут. М-да. А все очень плохо. И да, я знаю, что уже говорил об этом, наверное, 500 раз, но сейчас серия по Фростит Винтеру будет выходить чаще. М-да. Как ему не стыдно лгать, да? Кто-то сейчас скажет. Нет, серьезно, я посмотрел то, что месяц назад выкладывал серию про казино, вот эту вот последнюю, и... реально с этим уже что-то делать. То есть, модификацию как бы не особо-то смотрят, да? Но, тем не менее, нет смысла ее забрасывать, потому что в любом случае от нее никуда не денешься, да? Поэтому давайте спокойно ее допройдем уже и перейдем дальше к другим модификациям по типу Амбрелла Корп или там Зомби Андрес какая-нибудь. Итак, мост наконец-то опустился, мы с вами продолжаем. Кстати, я тут посмотрел примерно количество миссий, которые есть в этой модификации. Оказывается, из 71, вроде бы 71 здесь есть, я прошел уже более 40, то есть мы с вами неплохо так продвигаемся, и я думаю, в этой серии можно будет пройти сразу две недвижимости, то есть помимо стадиона это будет еще и дамба, наверное, хотя посмотрим. Ладно, слушайте, вроде проблем не было, вроде полицию тут не привлекал, и само по себе задание было довольно простым, но мне потом еще переть опять до этого стадиона надо будет. И надеюсь, это было все. Просто развести пассажиров. Кстати, да, там чувак этот мстить мне ехал, я все видел. Окей, это было все? Это все задание было? Две с половиной тысячи. Отличное задание, то есть просто с одного пункта в другой приехал, окей. Подожди, что за облом? Тут такси закрыты? А, вот это открыто. И да, решил в этот раз все-таки поездки по городу как-то вырезать, наверное, все-таки это давно уже стоило бы корректировать, я думаю. Итак, следующее задание, давайте смотреть, второе уже на стадионе. Оно называется Абсолютные чемпионы. А вот и прибыла хорошая команда, против которой у нас нет ни шанса. Нужно с ними расправиться перед тем, как они надерут нам зад. Кстати, один из подписчиков, по-моему, в прошлой серии напомнил, что команда, которая играет за город Либерсити, по-моему, она называется Петухи, это он помнит из прохождения GTA Advance. Блин, вот это я понимаю, олд. Итак, что там надо было, тачку взорвать? Сейчас все будет. Эм, вот так. Блин. А, блин, это еще не все, фак. Эм, ща. No, please, please. Изи! Собственно, зачем проходить эту миссию, если ты уже 4 в этой модификации? Ай, ладно, давай третье задание. Домашняя работа. Ох, на сегодня нужно многое сделать. Блин, меня это пугает. А, это все его реплика, да? Ох, сегодня многое, что надо сделать, да? Это все? Окей, что там надо? Дуй на место. Окей. И спасибо, что заспаунился этот румпа, или как его, рампа. Если это он еще. По-моему, это он, да, должен быть. А, это пони, блин. А может, эти румпы и не было в третьей части, я уже что-то не припоминаю насчет этого всего. Итак, место было очень крутым, конечно. Это около местного госпиталя, Кампус Либерти. Окей. Привет. Хотел просто сказать, что сидение ваше. Че? Отправляйся к парню. Че? А при чем здесь сидение? Я ничего не понял. Окей, кстати, пока ехал, картель дал о себе знать. Я уже забыл о их существовании, пока они тут не появились. Окей, так, полицейский участок. Я надеюсь, я могу тут перепрыгнуть? Джоуи, да ладно. Ну, ты серьезно? Ты, типа, не можешь это перепрыгнуть? Ладно, всегда есть альтернативный вариант. Хорошо, что у меня грузовик. Угу. Именно это я имел в виду, чувак. Да. Еще раз. Попытка номер 30. Оп. Тя, изи вообще. Так, полицейский участок. И что тут? Хоумворк. Здорово. Что насчет охраны, про которую я спрашивал? Все с ней готово. Дуй за покупками. А, это просто подготовка к матчу идет, я так понимаю. Все, я понял, я понял. Нормально, что я прямо из-под носа тернул у чувака Сентинел. На котором он, наверное, на работу приехал сегодня. Да, это территория картеля. Я в курсе, поэтому сейчас тут будет, наверное, очень потно. Suspect West 7-Eleven. Да. Не перестану шутить про 7-Eleven, пока эту игру не закончу. Так, ну что тут? А, это местный молл, по-моему, кстати, да. Это все? Да, даже ни одной реплики не было. И все, я так понимаю, надо теперь просто вернуться на стадион. К главному входу. Окей, если это было, в принципе, все задание, то оно было достаточно простым, хочу заметить. Ладно, шучу. На самом деле, самое простое задание было второе, когда надо было просто два раза смухлевать в этой модификации. Но, на самом деле, она, да, немного дисбаланса. Это все, вроде бы. 4 тысячи. Я думал, мне хоть покажут виды стадиона, но... Нет, так нет. Тара-та-ра-та-та-ра-та-ра-та-ра. Новая одежда доставлена к дому на острове Стантон. Стантон, Стантон. Блин, они еще эти недвижимости ведь показывают здесь. Это неудобно, когда ты по карте ориентируешься. Ну ладно, осталось, в общем-то, купить только дамбу. И, по-моему, недвижимость в этой модификации будет полностью пройдена. Вот она, по-моему, последняя недвижимость. Это дамба. 300к. Окей, приобретаем. Тут должна быть музыка вот эта. Ту-ру-ру-ру-ту-ру. Ту-ру-ру-ру-ту-ру. Собственность приобретена. Клево. А-а-а, так, и... Че там? А, опять все начинается. Никаких пробных прогонов задания. О, Даркел. Так, это ты новый владелец? Да-да, это я. Так, могу ли я что-нибудь сделать для дамбы? Мы сейчас пытаемся получить у копов поддержку от возможных терактов. Поддержку. Они все еще в раздумьях, так что, мне кажется, мы должны им помочь подумать. Я припрятал грузовик со взрывчаткой, но какие-то бандиты его украли. Хорошо, что у меня есть устройство, которое отслеживает взрывоопасные смеси. Найди грузовик и устрой вокруг дамбы фейерверк. Но будь осторожен, будешь близко к взрыву, он разорвет тебя на части. Да, жалко, что это не GTA Vice City, где главного героя с фулл-хп вообще невозможно ничем убить. Найди грузовик, он спрятан где-то в Шарсайд Вейл. Кстати, хорошо, что меня по времени вроде не ограничивают здесь. И жалко, что я не знаю, где конкретно он находится. О, стой, я хочу Куруму взять. Ну, Куруме-то дело быстрее пойдет. Я так и знал. Я, черт возьми, так и знал. Он находится где-то на территории колумбийского картеля. Вот где-то вниз, наверное, надо ехать. Да. А вот он, вот он, наверное, вот он. Все, мы его проехали, по-моему. Блин, я, конечно, ожидал, что он находится где-то здесь, но... Это будет, наверное, очень сложно. Эй, тихо! Я вам сейчас поатакую его. Да, вы можете атаковать меня, но... Не грузовик, пожалуйста. Блин, охренеть. А если бы он рванул сейчас? Ладно, погнали. Раскидай бомбы по указанным точкам. Давайте для начала начнем с того, как мне выехать отсюда. Я надеюсь, тут выход прямо справа. О, подожди, это... Это что, это бронь? Да. Ха! Не, а... Блин, тут техника немного... О, слышите, прикол? А он не едет назад у меня больше. Это займет очень много времени. А, я наконец-то понял, как отсюда, походу, выйти можно. Смотри. Это, по-моему, единственный легальный способ, как вообще отсюда можно выбраться. Вы не поверите, сколько я сейчас мучился с этим грузовиком? Я почти ни в одну сторону не мог его затолкать. Наконец-то. Я понял, как это делается. Так, подожди. Надо еще все эти деревья качественно миновать. О, а через некоторые вообще вот подобным образом пройти. Все? Это, кстати, туториал для тех людей, которые будут эту модификацию, возможно, проходить. Вот так эта миссия проходится. Так что все, никаких проблем. Как же хорошо, что главный герой достаточно силен для этого задания. Не, серьезно, вы не поверите, сколько я пытался в эти горы заехать. И ни слева, ни справа, ни сзади вообще никак не получалось. Это вообще случайно получилось. То, что я подумал, может, главный герой сможет затолкать его. У меня был еще вариант попробовать стыбзить какой-нибудь гепард, чтобы так же подтолкнуть это чудо. Но это уже, по-моему, что-то другое было. И да, я немного не туда свернул. Обалдеть, я не успел вам показать. Но зато показал второй раз. Это все? Окей. Но это еще не все, кстати говоря. Ну, я имею в виду, все в плане этой взрывчатки. Но есть еще одна точка. Да, теперь надо наверх забраться. Блин. Так, верхняя часть дамбы. Но тут должно быть попроще. Во-первых, там колумбийский картель, кстати, снизу на дамбе уже гулял вовсю. Сейчас посмотрим на взрывах. Готово. Еще. ОЗМ. Грузовик в океане обеспечит высокую награду. Избавься от улик. Да вы что, прикалывайся ты до мной? Я его просто сейчас на месте уничтожу. Все, выходи. Джоуи, выходи. Молодец, Джоуи. Да ну нафиг этот ОЗМ. Ой, где? Где это? А, оп. О-о-о-о. Все, миссия выполнена, отлично. Я просто очень рад. Я сейчас рад, что это задание пройдено. Но их еще два. А, кстати, я не показал вам, как я спускаюсь к дамбе. Короче, прыгайте вот сюда. Я не ищу легких путей, поэтому я сразу короткий маршрут выбираю. В пятой серии прохождения я так спрыгнул с башен-близнецов. И, к сожалению, мой главный герой погиб. И мне пришлось начинать задание с самого начала. Ладно, это лирическое отступление было. Ну что, миссия номер два, погнали. Она называется, кстати, горячая ситуация. У нас нехватка нефти, я хочу пополнить запасы. Но кто-то поджег наш грузовик. Я хочу, чтобы ты его починил перед тем, как он взорвется. После этого и обеспечь нам новые нефтяные запасы. Че? В смысле, починил. Найди пожарную машину и потуши возгорание. Чего? Но я даже не знаю, где в этой игре находится пожарная станция. Начнем с этого. Но у меня есть другая идея. О, приехали родные, ты посмотри-ка на них. Так вот, что я делал, короче? Я тут где-то на протяжении минут десяти, наверное, раскидывал молотовые, огнеметом тут жарил все подряд. Джоуи, ты даун? Джоуи, ты даун? Я только-только наконец-то это сделал? Ну, what the fuck? Come on! О, хорошо, что вы оба затупили, пацаны. Не, эту миссию я не успею выполнить, просто на следующую миссию я поеду сразу на пожарки, если что, вот этот план был такой вот. Сейчас просто самое главное, чтобы пожарка сохранилась, давай проверим еще раз. Так, горячая ситуация, да-да-да-да-да, пропускаем. А, ну не пропускается. О, нормально. Так, ну вот и все, спустя 500 поворотов, наконец-то я прибыл к дамбе. Да, сейчас самое главное не перевернуться, знаете, вот в последний момент, как это бывает. Да не, я думаю, тут нормально все будет. А что там еще надо было сделать? Он сказал починить грузовик, и что еще? Я уже забыл, ладно, неважно. Просто для вас видеоролики прошло, я не знаю там сколько, пару минут, наверное, но у меня эта поездка реально заняла время. Так, потушил, потушил и... Все, да? Не, нифига, струят не достает. Блин, как хорошо, что я ГТА-3, наверное, никогда не проходил на 100%, я бы запарился, если честно. Ну что? Ребят, это шутка или что? Почему оно не тушится? Окей, просто окей. Не, забей, оно вообще не тушится, смотри. Вообще никак не тушится. Просто забей. Неа. Ёб твою мать! Так, окей, я это все потушил. Наконец-таки, кстати. Я уже сдолбался, на самом деле. Так, и теперь надо, по-моему, отвезти его куда-то. Ставьте бочки для нефти на нашу контактную точку. Блин, и... Где эта контактная точка? Ничего не подумайте, я просто кашлянуть захотел, пришлось это вырезать. Так вот, что там... Так, в первую очередь, я не поеду через колумбийский картель, поэтому сразу же через дамбу также наверх проедем. У меня вопрос, где находится эта контактная точка? Если это Портленд, не дай бог, конечно, это Портленд, то... Главное, чтобы я не зафейлил просто эту миссию и все. И еще... А, ну и все. В принципе, мне больше тут нечего добавить. А, забыл поделиться с вами лайфхаком. Я, когда второй раз съехал на эту миссию, застрял вот здесь вот справа. Вот тут вот справа. Знаете, как я выехал? Абсолютно тем же способом. Я с помощью Джоуи просто вытолкнул пожарную машину из этого бугра, ущелья, или как сказать правильно. Ну, в общем, вот вам лайфхак на будущее. Если играть в GTA 3, особенно вот в Frosted Winter, да, если застреваете из-за снега, то просто персонажем выталкивайте автомобиль, и все будет нормально. Так, контактная точка у нас здесь. Проблема... А, я понял, как сюда въехать. Это же этот район Пайк Крик. Да, точно, это он. И по идее это должен быть тот самый гараж. А я больше здесь другого места и не вижу, кстати, в принципе. Открывайся. Отлично. Все? Скажите, что это все? Не, нифига это еще не все. Это, видимо, бочки снабдили нефтью. Всем постам замечена нелегальная перевозка топлива. Да ладно, я от вас быстро избавлюсь. Стряхни хвост, награда будет больше. Так, ну по идее все. Хвост, кстати, я, конечно, стряхнул, но потом опять случайно задавил одного чувака. Так уж получилось, я не виноват. Ладно. Ну и, в общем-то, все. На то же место доставить грузовик нужно. Ну, кстати, ладно. Две звезды, может, еще не так много. Я бы справился. Но почему-то у меня такое чувство, что если по этим бочкам как следует попасть, то их можно уничтожить. А еще я еду около зоны картеля. И что-то мне хочется эту миссию уже побыстрее закончить. Она какая-то очень долгая здесь. Главное, чтобы картеля не было. Пожалуйста, не респауните на меня этих уродов. Так что да. Сейчас пройдем последнюю миссию на дамбу. И по идее все, недвижимость будет выполнена. И... Фак! Нормально, нормально, все нормально. Нас спасло чудо, как говорится. Ну, поняли. Отлично, мы заберем бочки. Вот прикиньте, буквально один выстрел чела с картеля, и все, грузовику просто конец. Выполнено. 8К, отлично. И я думаю, тем же способом можно сейчас будет легко сократить путь до последней миссии. Кстати, по-моему, тут еще какая-то коллекционка была, я собирал. А, во, мумия. Точно, 3 из 12, отлично. Не знаю, правда, зачем я ее взял, но да ладно. Я их все равно все вряд ли буду тут собирать. Давай попробуем прямо на чекпоинт упасть. Идеально, да? В смысле, задание не стартует? Блин, это была, кстати, идеальная точность. Последняя просьба. У меня к тебе последняя просьба. Мой друг обеспечил нам оборудование. Но этот хлам нелегален, так что я его спрятал в мусоровозе. Доставь его нашему покупателю. Должен предупредить, что покупатели какие-то терки с колумбицами, так что они могут, я не успел дочитать, в общем, могут доставить неприятности. Так, забери грузовик. Отвези товар в гараж. В какой гараж-то ходит? Вы мне хоть скажите. Не, это будет легко. Тут самое главное, не перевернулся, потому что, как вы знаете, ситуацию легко урегулировать с помощью гизунтхайта здесь. Окей, ладно. И самое главное, чтобы точка не являлась точкой в Портленде. Копы пронюхали о товаре. Доставь его любой ценой. Ага. А такое, видали, уроды? No police, please. Вау, я чуть не обделался. Я думал, все, это переворот сейчас состоится. Блин, как же это круто все-таки. Вы себе даже не представляете, когда особо потеть не нужно. Заметьте, кстати, он говорил про колумбийцев, а попалась вообще полиция. И напишите в комментариях, какая тут примерно скорость движения у этого мусоровоза. А, вот эта точка. То есть она в Шортсайд-Вейле фактически находилась. А, ну все тогда. Мы с вами закончили все недвижимости. И, по идее, после этого задания должно открыться что-то новое. А-а-а. Так вот, при чем здесь колумбийцы? Я понял. Я понял, я понял. Колумбийцы забаррикадировали здесь. А где они, кстати? А, они на крыше, лол. Нормально. Так, гараж номер два. Ну, кстати, колумбийцы тут доставили гораздо меньше проблем, чем полицейские. Фактически, если так подумать. Так, это все? Теперь нужно подождать, пока накапает какой-то доход. Все, дамба пройдена. А-а-а. Новая одежда доставлена куда-то там. В Шортсайд-Вейл. Отлично. Я очень рад. И у нас появилось задание с буквой М. Я так понимаю, это все, да. Мы все недвижимости выполнили. И следующее задание М. Я, 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 я. Я сейчас не помню, кто такой М. Это, наверное, Микки, да. Помните? Чувак, которого мы там отвозили после бестраствия того Марка в наше убежище в Шортсайде. И он еще работал на Луидже Гаттерелле в оригинале. Охранником у него был. И, в общем, следующее задание будет на него. Но мы к нему доберемся уже в следующей серии прохождения GTA 3 Frosty Winter. Спасибо, что посмотрели. Прохождение не забрасываю. Продолжение следует. И спасибо за ваши лайки и подписки на канал. И всем пока.